Доставка продуктов, которую приходится ждать около трех дней. Эту проблему североказахстанцы поднимали неоднократно. Говорил об этом и заместитель Акимобласти Руслан Алишев. На брифинге он озвучил ответы на самые актуальные вопросы североказахстанцев. Среди них доставка лекарств, дистанционное обучение и документы, которые нужно брать с собой, выходя из дома. Первое. Прежде всего, снова по передвижению по городу. Все еще поступают вопросы по документам, которые необходимо иметь при себе. Хотя разъяснение проведено достаточно широко. Следуя в ближайший магазин, аптеку или больницу, а также выгуливая собаку только во дворе, при себе достаточно иметь только удостоверение личности. Полицейский патруль имеет соответствующую электронную базу и планшеты, посредством которых будет производиться проверка. Если вы идете проведать одиноко проживающего родственника, принести лекарства или продукты, тем более в другую зону, здесь необходимо иметь при себе справку с КСК или другой документ, подтверждающий проживание вашего родственника и его нужду в помощи. Она может быть направлена человеку по телефону. В любом случае, полиция больше ориентирована на помощь жителям, каждый случай будет рассматриваться на месте индивидуально. Но самый лучший совет – находиться дома. Второе. Штаб поступает в вопросы, связанные с желанием граждан въехать или выехать из города, для снятия наличности в банке, оказания помощи родным или доставки продуктов питания из деревни. Принцип остается тот же – ограничение передвижения, однако каждый случай будет рассматриваться отдельно. Поэтому, если вы находитесь в селе, необходимо обратиться в Акимат района для координации с городским Акиматом. Если необходимо, в исключительных случаях выехать в село, необходимо обратиться в городской Акимат. Необходимое взаимодействие нами обеспечено. Здесь хочу отметить, что абсолютно все граждане, которым требуется какая-то помощь, находятся на учете в Акиматах. Соответственно, им оказывается необходимая помощь. Третье. Такой же принцип применяется в отношении родственников в городе, которым вы пожелаете оказать помощь во время паводка. Абсолютно все населенные пункты, дворы и проживающее население, подпадающие в зону возможных паводков, уже определены. В России функционирует противопаводковый штаб, который контролирует ситуацию круглосуточно. При необходимости будут задействованы соответствующие службы, которые проведут эвакуацию, размещение и питание граждан. По всем экстренным случаям вы можете позвонить на номер 112. Четвертое. По доставке продуктов из супермаркетов, когда приходится ждать по 2-3 дня. Действительно, служба доставки сетей «Семейный» и «Северный» сильно перегружена. Ими сейчас набран дополнительный штаб. Мы также подключили 70 волонтеров. Доставка осуществляется, в первую очередь, до карантинных подъездов, откуда люди вообще не могут выходить, а также инвалидам и пенсионерам. В последнюю очередь доставка осуществляется остальному населению. Торговый дом «Пирамида» принимает заказы на доставку по телефону для населения привокзального микрорайона. В супермаркете «Магнум» создается сайт для доставки. Думаю, таким образом мы сможем улучшить ситуацию. Вместе с тем, имеются факты перегруженности доставки из-за большого количества заказов на спиртные изделия. К нами введено ограничение по доставке спиртных напитков с 21.00 часов. Это касается магазинов и кафе. Полиции дано указание штрафовать тех, кто будет доставлять спиртные напитки после этого времени. Пятое. В связи с введением чрезвычайного положения городскими поликлиниками организована работа по доставке лекарств для лиц старше 65 лет, инвалидам и детям, силами медицинских, социальных работников и волонтеров. Заявка на выписку препаратов принимается по телефону и на сайте поликлиники. Лекарств в регионе достаточно. Уже есть объемы лекарств на апрель и июнь. Вместе с тем, есть пациенты, прежде всего онкобольные, которые получают лекарственные препараты по гуманитарной помощи в городе Нурсултан. Однако, в связи с карантином в данном Национальном центре онкологии и транспонтологии, передача лекарств пока приостановлена. Для информации о медицинских организациях региона имеются другие аналоги данных препаратов. Шестое. Актуальным вопросом остаются животные, оставленные на дачах. Еще раз хочу повторить, что выезд на дачи запрещен. Вместе с тем, к вопросу животных, а также подготовке дач к палатку, подключены садоводческие товарищества и дачные общества. Можно обратиться к их председателям, которые совместно с Акиматом будут решать каждую проблему индивидуально. Содействие также организовано. Седьмое. По дистанционному обучению. Процесс уже отработан. Обучение идет в заданном режиме. Вместе с тем, хочу отметить, что никакой излишней отчетности, скринов отчетов и тому подобное Акиматы и школы не должны требовать от родителей и между собой. Есть соответствующее поручение министра образования. Главное сейчас – это грамотный учебный процесс. Восьмое. Касательно фейка по поэтапному открытию объектов. Со вчерашнего дня в сети и мессенджерах распространяется документ, в котором говорится о поэтапном открытии организации, приостановивших работу из-за карантина. Казахстанцы пересылают друг другу документ, в котором говорится о четырехэтапном выходе из карантина. Данная информация не соответствует действительности. Штабом такой документ не готовился, никаких поручений Государственной комиссии не поступало. Касательно карантина в регионе. Данный режим будет сохраняться до тех пор, пока не будут исключены все риски для здоровья населения. Пока наблюдается высокая динамика в соседних регионах, продолжается заезд казахстанцев из-за рубежа. Благодаря жестким карантинным мерам в регионе не наблюдается рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Поэтому режим карантина сохранится и до 15 апреля и после этой даты в нашем регионе. Решение об ослаблении режима или снятие карантина будет доведено до населения своевременно. Уважаемые сироколстанцы, просьба соблюдать установленные правила. Все вопросы можно рассматривать, обратившись непосредственно в стабы ваших зон, на которые поделен город. В сложных ситуациях по телефону в Акимат города и службу Айкумек 109. Просьба максимально использовать официальные источники информации. Это сайты и аккаунты Акимата области и города, официальные и местные средства массовой информации для поиска необходимой информации. Назаранута, Рахмет.